начало октября я так и не собралась заснять что цветет в сентябре все завтра завтра вот пускай еще это откроется потому что совсем мало но я думаю надо уже заснять иначе она цветет я эту красоту себе не зафиксируем в этот раз она зацвела у меня с двух псевдобульб здесь два цветочка вот эти вот два цветочка открылись позже какое-то пятнышко смотрю у нее но тут насекомые еще лазят сейчас я покажу огромного кузнеца кто боится дальше не смотрите это интермедия альба и вот она альба вот полностью альба это вот немножко зеленоватая но это потому что там уплотнение сами листики они более тонкие поэтому они белоснежные а сама губа она более плотная и такой как бы зеленоватый немножко оттенок есть а так она полностью и с другой стороны тоже белоснежная какая зараза еще такая огромная надо посмотреть и там на полинопсисе прям такую дырку кто-то в листе выел а ты что тут сидишь и что же где-то на проказничал наконец-то зацвела энциклия бросовая бросовая как-то вот так ударение как там правильно я ее купила в 2008 прошлом году в июне начале июня с чехлом вот в этом вот тут был чехол и вот она только через год наконец-то там что-то решила отрастить чехол был засохший я не знала будет она там не будет он провисел вернее этот чехол пробыл больше года я думаю надо это до заглянула но больше года и что я там могу испортить да там скорее всего все что было то наверное самом начале еще как-то там засохла и я его разорвала до чехол и он начал расчет сюда стрелку и теперь вот у него еще один чехол я вот не помню или я его покупала но похоже что это уже у меня выросла я чуть и так забыла уже скорее всего что-то это вот бульба выросла у меня новый рост этот и там вот у нее чехол я так подозреваю что наверное мне нужно тоже год ждать пока она его засушит но потом я уже трогать не буду то есть я уже знаю что у нее так долго можно она может так долго с чехлом тупо сухим стоять сидеть какие-то ну вот такая какая-то она заторможенная но зато какая она интересненькая и так в принципе очень мало у меня всего из цветущих есть вот опять же куколки они цветут постоянно круглый год отцветают следующий цветонос вернее пока этот отцветать будет там будет следующий цветонос этот у меня варигатный у него это первое цветение не его подарили не рассказывала как-то вот он уже наконец-то созрел за целую вот это вот оранжевая оранжевые эти куколки ансидиум кстати вот я тут их вместе оставила чтобы заснять как они по цвету отличаются оранжевая просто обыкновенная желтенькая но есть еще эти желтенькие которые без вот этих вот красненьких полосочек точечек чисто желтые еще есть него он такой нет это зацвела в этом году на три цветоноса аж раньше цвела зимой только но тоже был кустик маленький сейчас он уже побольше стал роста больше стало и она даже вот прям концу лета зацвела вот первые типа открывались и вот сентябрь у нас уже октябрь как сентябрь быстро пролетел мне вроде как вчера только было лето уже октябрь у нее такие давай сюда такой сочный оранжевый цвет так я тут говорю медленно и думаю по сторонам оглядываясь чё же у меня еще то есть цветущих есть вот нету ничего вот поэтому все и таки тянуло он хочешь то нибудь чтобы открылся этот андреан фая по моему называется сейчас я посмотрю покажу андия индия фая что-то так вот цветы поначалу были большие когда вот здесь вот еще был первый цветок и все они обмельчали обмельчали сейчас они уже в два раза меньше и я вот даже думала может обрезать этот цветонос ну чтобы он как-то сил там набрался куда обрезать у нас другой розетки растит еще один цветонос ну думаю пускай уже я его кормлю а он уже как захочет надоест ему цвести сам перестанет правильно гангора цвела несколько раз вот ее засохшие цветоносы и вот тоже не дошли ни разу руки ее заснять вот у нее сейчас тут опять цветонос вот этот цветонос так что тут у нас еще это похоже ей суховата растравка даже она важная стараясь вроде я тут цветонос был не видно да ну ладно все равно не цветы это не считается вот считается обожаю ее уже говорила да тайфун нас обошел пошел на южную корею но ветер все равно у нас вот этот сейчас я пытаюсь тут вот мельтонию снять эту мельтонию я купила мельтония спектаблис я купила в августе уже вот с этим вот цветочком он такой побитый был может быть даже у меня еще потрепался и и вот что у нас август так минуточку минуточку думаю куда ее повесить чтоб мне уже самое интересно ага я ее это купила в августе в конце августа значит сентябрь октябрь это получается месяц она только у меня цветет какая прелесть так люблю а у нас они большая редкость это вот недавно только я вот так вот одну две три меня больше нету купила вот эту ванночку я купила недавно я ее покупала вместе тоже в августе вместе с этой мельтонией которая перед этим показала купила я ее цветоносом наверху у нее были бутончики они были повреждены я уже не знаю откуда ее привезли это было в клубе выставка собрание продажа вот такой вот я ее купила цветочек небольшой но у него цвет интересный и как оказалось она так пахнет вот тут вот когда утром прихожу тут все пахнет ой она сейчас даже пахнет даже вечером в общем круглые сутки пахнет ну просто не знаю как описать обалденный запах ну это вот вид с этой стороны куколок тут у меня ванночка вот за что ванды люблю они цветут круглый год а цвел один цветонос следующий лезет вон цвела почти с каждой пазухи вот интересно что в этой может бывает не зацвести по какой-то причине например там жуки съели или спрела да летом пошел дождь а вода там осталась сразу же солнце на солнце она нагревается несмотря что сетка висит очень так довольны таки я понимаю хорошо потому что спривают и бутоны и чехлы а это моя любовь она на видео такая прям как будто светится на самом деле она темная ну вот почему ты такая светлая она темная она темная темная вот как вот там в горле вот такого она полностью цвета ну наводись давай мокрый это дождь был вот камера всегда пытается приукрасить а нам не надо приукрасить нам нужен натуральный цвет он самый красивый это зацвела зацвел какой-то дендр или дендрофалинопсис дендропиум наверное это когда-то покупала по уценке так он там сросся его даже не достанешь оттуда где-то куча понарастил они тут вот висят уже несколько месяцев когда я их вынесла я на ощупь март с апреля да они там посращивались я достала вот отсюда сейчас покажу такой же как этот чтоб повесить его поближе к себе так я раздирала вот эти вот кусты вот этот горшочек вот этим вот горшочком они срослись вместе и мне просто пришлось вот раздирать силой эти тоже тут посращивались это Кира говорила да что советуют сажать ставить горшки чтобы мимо между ними кирпич проходил ну в принципе они и так далеко свои корни засунут ну я так уже думаю что все таки да им нужно пространство там должен ветер гулять иначе они там во первых сильно друг другу прирастают и там проветриваемость плохая получается плюс еще то что они у меня на стенке клеенчатой висят так что же я хотела показать цветы цветы одна зелень пока что только вот чехлы 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 вот эту жду она называется мне нравится ну и последний по-моему больше нету про то что только что а есть два ага кстати вот цветонос ладно расскажу про него она уже его выпускала это морковка кто это у нас клавесия какая-то ну зацветет расскажу она выпустила как-то цветонос и я его нечаянно сломала и она выпустила следующий цветонос вот этот вот он сейчас удлинился стал более-менее такой тоненький ну не тоненький а потоньше а сначала она его вырастила таким толстым почти что с мизинец мой чтобы я уже не смогла его сломать я теперь боюсь задеть вот этот дендробиум может есть кто знает как он может называться понятно что это какой-то гибрид а может не гибрид купленный когда-то по оценке даже не знаю не помню когда не подписанный ну довольно таки миленький хорошо на блоке растет вот еще бутончики очень интересно смотрится так кто еще ага ладно иди сюда давай я тебе так повешу чтоб можно было рассмотреть сегодня я его нашла упавшим ветром его ляпнула об пол скорее всего цветочки повредились видно я сейчас вот уже вижу я когда пришла с работы я его подняла вот он еще грязный скорее всего они поломались и пока что просто не видно эти изломов они потом потемнеют спотыкаюсь так и все и последний вот этот вот он цветет уже тоже давно второй раз цветет вот за полгода так это у нас кто это у нас вот дендробиум василия уже показывала у него было два цветоноса вот он один уже показывали отсушил а этот так довольно таки долго держится покажи свои цветочки и он тоже он так пахнет вот не знаю не умею я рассказывать описывать запахи но поверьте запах очень приятный такие маленькие миленькие цветочки ну так вот оно там висит и глаз радует я знаю что он у меня есть хоть такой маленький вот он у меня есть все это не он 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 Продолжение следует...